Ребятки, пару дней уже думая на такую вот тему, решил поделиться с вами своими размышлениями. Сюда может пойти что-то вообще не так. Мы планируем, живем, строим себе планы, думаем, что вот-вот сейчас мы что-то сделаем, и потом пац, и внезапно что-то происходит. И я для себя понял такую вещь за последние три года, что нужно стать неуязвимым к неудачам. Что это значит вообще в моем понимании, в моей голове? Я ни в коем случае не претендую учить чему-либо вас. Я просто делюсь своими наблюдениями о себе, в первую очередь для себя. Неудачи. Раньше они меня очень расстраивали и демотивировали. Наверное, как и с любого нормального человека. Но когда их в моей жизни стало поступать не просто одна за одной, а целый ряд неудач. Я начал немножко к этому по-другому относиться. Теперь они меня не то что не расстраивают, они не становятся для меня значимыми. Что это означает? Да, это плохо. Да, это есть. Ну, принимаем как факт, окей, что делаем дальше? Как это исправить? Так вот, почему я задумался об этом снова вот в эти дни? Потому что, как я только переехал в Трансфагараж, с моей машинкой начинаются какие-то приключения. То тормоза чуть ли не выпадают на ходу, потому что поломались какие-то мелкие детали, или вылетели в город, то они просто дымятся, кипят, то машина кипит, то течет антифриз. И вот... А потом еще ко всему, ко всему, машина просто начинает дергаться и вибрировать. И вот ты в чужой стране думаешь, что же делать? Типа, все, у меня были большие планы на путешествие, я думал, я доеду до Испании, Португалии и все остальное, и тут машина просто уже перестает ехать. Что делать? Я в другой стране без... без денег, можно сказать, условно вообще. без связи, нет ни симки, ни интернета, ничего. У меня ломается машина, и все мои большие планы куда катятся. И тут ты думаешь, что за первая мысль? Блин, надо ехать домой и все остальное. Типа, ну, что же делать? Но, как правило, пацаны назад не ходят. Раз уже решился делать, то надо делать до конца. Вот, и я два дня потратил на то, чтобы починить машину, найти сервис, найти, где меня вообще примут, потому что везде записи, ну, как обычно, договориться с людьми. Мне исправили какие-то мелкие проблемы, исправили тормоза, которые снова уже сломались на следующий день. И я отправился с такой большой проблемой, как мне казалось, ну, как мне говорили, что это, типа, ты можешь вообще не доехать в другой город, в Бухарест. Я спокойно доехал, без никаких проблем, потому что я был уверен, что проблема какая-то, ну, реально мелкая. Просто нужно ее найти. Вот, потому что все было нормально, и так, ну, не должно быть. У меня большие планы на это все дело. И вы знаете, да, проблема оказалась мелкой. Мы поставили просто зажимы на трубочки, и машина поехала как новая. Вот, но на это надо было потратить два дня, перезвонить кучу людей, узнать, куда ехать, добраться и так далее. Это все время. Вот, и что вы думаете, когда я починил уже машину, все нормально, приехал в центр города, думаю, начну снимать видео, уже собрал рюкзак, достал всю технику, там, камеры, дрон, все распаковался, в меня выезжает чувак. Просто выезжает, вот эта дверь, видите, да? Она уже выглядит нормальной. Не отпускает. Но еще два дня назад она была вообще разбитая, разбитая. Я привожу скрин. И все, и ты думаешь, что делать? Я никогда в жизни не попадал в ДТП, тем более в другой стране, тем более в путешествии. Ко всему прочему, у моей виньетки оставалось на то время 8 часов пребывания в стране, там, до 12 вечера. И, как вы думаете, меня это остановило? Я не зря сделал такие наклеечки. Когда у тебя есть цель, ты неудачи не воспринимаешь, как что-то крайне важное. Это просто факт, который случается. Если ты можешь его справить, окей, едем дальше. Если ты не можешь его исправить, возможно, что-то нужно подумать и перенаправить куда-то свои мысли. Поэтому я уже который год придерживаюсь этой философии и рад, что у меня появились эти стикеры, где я могу оставлять свой след. каждый раз напоминать себе о том, что неудачи не делают меня плохим, хорошим, любым. Они просто есть как факты. Чем их больше, тем их, наверное, лучше. Потому что я по жизни вообще неудачник. Если так прикинуть, это может не видно со стороны, потому что я не показываю сто процентов своей жизни, но в них, поверьте, очень много неудач. Если вам вообще близка эта идея, сделайте себя тоже неуязвимыми к неудачам и добивайтесь любых целей, которые поставили перед собой. Да, это вызов, это сложно, это трудно. Многие люди будут вам говорить, что невозможно. Я много вещей в жизни за эти пару лет делал по зову своего сердца или, там, как говорят, внутренний голос. Не так, как бы сделало большинство людей. Потому что можешь ли ты поехать в предшествие без денег? Нет, можешь. Ты можешь все, что ты захочешь, если возьмешь на себя ответственность. That's right. Nothing. Пока.